то ничего не будет, никакого результата. И поэтому я себя полагал таким посредником, ненавязчивым между людьми и теми людьми, которые открыли для себя истины. Потому что я не могу считать себя настолько образованным, настолько, так сказать, на богословском уровне знающим, чтобы вмешиваться в какие-то чисто богословские вопросы. Это в России единственный человек, который это знает. Потому что те, кто знает, могут быть, умышленно скрывают свое знание в угоду в госцеркви. А здесь человек совсем по-другому живет, другой способ жизни, с управляемым итальянским. И поэтому мне очень важно было познакомить людей с таким человеком, как Италья. Очень важно. И через него, чтобы любить любезность письма. Я считаю, что до какой-то степени эту задачу исполнили. Потому что картина эти увидели люди, к которым мы с Игнатом Тихоновичем относимся с большой любовью и уважением. В частности, Зоя Александровна Крахмальникова, это выдающаяся наша церковная писательница, она приняла эту картину практически во всем ее составляющим. И видела ряд других людей. И пока, в общем, все складывается. Потому что, может быть, это будет какой-то малой какой-то капелькой в его ангелизации. В стране в нашей Христос не проповедан. Поэтому финал фильма, когда молитва, телевизорная молитва Игнатия Тихоновича сталкивается с этими вдомствами, безмолвами, с этими скелетами этого лагеря, со снегом. Это вот для меня метафора непроповеданного Христа в этой нашей прекрасной земле. И каждый из нас по мере сил и способностей должен это делать. Вот я из себя и посчитал, что задача в этом.